товарищи всех приветствую меня в гостях сегодня николай и мы будем сегодня обсуждать такую вещь как республиканизм и как она сейчас проявляется в россии николай приветствую максим республиканизм это философское учение политическая которая возродилась по всему миру в конце двадцатого века возродилась чисто теоретически основы республиканизма исследователи политических учений брали в античности это как античное учение которое не имело применения долгие периоды по всему миру но они давно в последние времена все больше людей начинают им интересоваться и среди них есть мы особенности республиканизма в том что республиканизм это политическая философия которая подразумевает что народ который создает так называемое государство есть всякое объединение людей а сообщее сообщество объединенное согласием вопросов права и общностью интересов и древнегреческие полюсы античные американские штаты возможно какие-то сообщества даже в россии за всю историю человечества существовали такие моменты когда люди объединялись согласно этим принципам что у них есть согласие вопросов права и общность интересов вот и сегодня мы будем это обсуждать а также обсуждать похожие политические идеи такие как либертарианство анархо капитализм которые на самом деле очень близки республиканизму но есть отличие вот популярна сейчас такая политическая идеология политическое движение как либертарианство по моему мнению основу которого составляет то что у человека есть какие-то естественные права мы выявили но вот я лично выявил следующие это права на свободу вероисповедания свободу творчества свобода предпринимательства право на землю право на оружие право на воспитание детей то есть естественные права человека и окружающий мир государство не может на них влиять произвольно по своему желанию позиция либертарианство что меня есть право на собственность право на творчество право на жизнь и государство не может вмешиваться в мою жизнь произвольно и оказывает на меня влияние вот николай не что-то я соглашусь скорее с максимуму я вот для себя выявил следующий это как бы все вот эти вот признаки причем каждый вытекает из следующего то есть без первого признака вытекает 2 и так далее прежде всего у человека но мы не будем говорить даже право на жизнь потому что право на жизнь это естественное право которое еще во всех мировых религиях соблюдается то есть там заповеди не убей если мы будем базироваться новоохристианска философии соответственно это мы даже не обсуждаем это можем так сказать само собой разумеющийся прежде всего для меня главное право это право на частную собственность право на имущество чем-то владеть и прежде всего это владеть своей землей то есть из право на частную собственность Проистекает право прежде всего на свою землю. На свой участок земли, которым ты соответственно в полном праве владеет. И поскольку ты чем-то владеешь, то ты соответственно имеешь полное право его защищать. И из этого проистекает право на оружие. То есть право на собственность, право на землю и право на оружие. Вот у меня три основных как бы права, которые ты имеешь. И это необходимый признак любого свободного состоявшегося для меня общества. А остальные признаки уже права, допустим, на какую-то деятельность, на творчество, я считаю, что это естественно тоже, но оно уже истекает из твоего права на собственность. То есть никто не запретит тебе писать музыку, стихи и так далее, это твое право, да и потом сделать аппарат принуждения, который запрещает, допустим, писать тебе музыку или стихи, ну достаточно сложно, хотя мы знаем некоторые государственные примеры, где запрещалось творчество в том числе. Но я не думаю, что в современном мире это как-то настолько актуально. На самом деле, вот право на собственность, оно для либертарианства принципиально, фундаментально, есть еще одно право, но право вообще не представляется, как будто бы тебе кто-то, кто-то ему отдал право. Здесь само собой разумеющееся, что человек может и должен иметь какие-то свои взгляды, которые он считает правильными, и их исповедовать, воплощать в жизнь. Жить согласно своей совести и своим представлениям о том, как должна устроена его жизнь. То есть человек может внутри себя иметь какие-то убеждения и жить согласно им. Тогда как либертарианство, такой термин есть интересный для либертарианцев, как этотизм, который подразумевает необходимое существование государства. И из этого следует, что человек должен принять необходимость его существования. К чему? То, что на самом деле у человека должно быть свои какие-то убеждения, и никакая универсальная истина, уникальная, правильный изм не может на них влиять. Как ты считаешь? Ну, я считаю, что с одной стороны, с одной стороны это так, да, то есть никакая, как говорится, настройка государственная не может влиять на убеждения, да. Но с другой стороны, мы отказываемся от части своих прав, допустим, каких-либо прав, лишь для того, чтобы мы могли поиметь что-то большее. То есть, в частности, допустим, государство, нам уже далеко не все дозволено, есть много вещей, которые запрещены. Но с другой стороны, эти все запреты, эти все запреты, они обусловлены, например, ну, простой пример, необходимость регистрировать, допустим, какой-либо автомобиль. То есть, ты не можешь владеть автомобилем, не зарегистрировав, не поставив его на учет. Простейший запрет, самый простой. Для всех людей он естественен, кто владеет машиной. С чем это связано? То есть, мы отказываемся от того, что я просто взял, собрал, купил машину и так далее, начал ездить. Это, прежде всего, связано с тем, что в случае кражи автомобиля, его или совершения какого-то преступления, например, посягательство, опять же, на чью-то свободу, на чью-то имущество или даже на жизнь, вот, в случае этого, с применением автомобиля, мы сможем, так сказать, его найти. И найти, соответственно, человека. То есть, аппарат принуждения, аппарат принуждения будет висеть дамокловым мечом над тем, кто вдруг внезапно захочет это сделать. То есть, по сути, как винтовка, которая есть у меня дома, и ко мне, соответственно, домой никто не придет. Только уже в более, таком, в более абстрактном виде, в данном случае, то есть, возможность наказать преступника, который взял чужое имущество еще и для совершения дальнейших преступлений. Соответственно, да, порой это неудобно, но глобально, в большинстве, в значительном большинстве случаев, да, мы вынуждены отказываться от каких-то даже, ну, не совсем свобод, вот, я бы даже сказал, не то, чтобы не свободу, вот, поставить мне машину, в частности, на учет, от каких-то удобств, от какой-то простоты мы вынуждены отказываться в пользу, так сказать, квитирования рисков, назовем это так. То есть, иными словами, борьбы с рисковыми ситуациями. Поэтому тут, как бы, важно найти баланс при постояне любого общества, когда у тебя либо система зарегулирована, настолько что-то и шагать делать не можешь, либо в системе вообще ничто не регулируется, но, соответственно, и возникают некоторые, ну, произволы, некоторая незащищенность людей и так далее. То есть, это такой вопрос, достаточно философский, который решают уже многие люди, даже многие общества в течение, наверное, всего существования человечества, я так скажу. Интересно, мы рассматриваем политические идеологии, которые, политические философии, которые рассматривают вопросы свободы. То есть, вопрос свободы – это то, что мы перечислили, да? Право на собственность, право на защиту собственности, право на свободу совести, свободу ассоциации, воспитания детей, выбор религии, каких-то политических убеждений. Список можно продолжать. То есть, свободы каждого человека на творчество, на какую-то предпринимательскую деятельность. И, ну, ставится вопрос, что может человека ограничить и как ему жить с окружающими людьми, с окружающими сообществами. И здесь два вопроса, два полюса, так скажем, вот этих отношений человека с окружающим. То есть, первый полюс – это стремление к тому, что человек все-таки имеет, у человека должна быть такая жизнь, чтобы он распоряжался ей сам, чтобы никто не мог оказывать на него произвольное влияние. Второй полюс – это полюс, наоборот, что есть какая-то универсальное правильное построение общества. И человек должен своим, так скажем, личным интересом ради интереса публичного пожертвовать. То есть, публичного – это общественный интерес, тот или иной, который считается правильным. И вот вопрос, должен ли человек жертвовать своим личным интересом ради интереса публичного. Ну, а тогда задается другой интересный вопрос. Во-первых, откуда взялся публичный интерес? Что такое интерес общества и кто его определяет? Типа, кто определяет, что этот интерес общества, да, там, та или иная формация, уравнение общественное выведено? Почему оно считается правильным или нет? Типа, а другое, например, неправильное. То есть, кто является вот этим судьей при анкапе, так скажем? А второе – кто вообще устанавливает, что общественный интерес, он имеет вес над интересом личным? То есть, откуда взялся тезис, что человек должен жертвовать своими личными какими-то, ну, тратить часть своей жизни, принимать какие-то догмы ради общего интереса? То есть, как эта проблема решается, что человек отрекается от чего-то своего ради публичного? Откуда взялась такая догма, что человек должен это делать? Вот. То есть, получается, этим самым, когда человек жертвует что-то публичному, он отдает свою свободу. И что его должно мотивировать к этому? Отдавать свою свободу ради каких-то публичных интересов? Вещи добавить, да? Да, у меня есть с удовольствием, я бы задал вопрос, как говорится, ответил бы вопросом на вопрос, а почему мы рассматриваем в данном случае публичные интересы? Может быть, даже нужно начать с личных интересов. Что такое личные интересы человека? Потому что, конечно же, мы понимаем, что сознание определяет наше бытие, но только после того, когда бытие сформирует и определит наше сознание. Что такое для меня личный интерес? Например, вот Данка, он вырвал свое сердце и осветил людям путь. То есть, для него его личный интерес, его сердце, оно было посвящено всем людям. Для него, как бы, публичный интерес, это был, по сути, его личный интерес. Он даже не просто стоял выше, а у него не было личного интереса, он был публичный. То есть, что это такое? И насколько, как бы, коррелируют, то есть, сопоставляются публичные, и взаимозависит публичные и личные интересы? Я бы начал, наверное, с этого. У меня вот вопрос вот этот. И еще интересно, публичный интерес, то есть, он подразумевает какое-то общество, да, то есть, либо весь мир, то есть, есть весь мир, то это тоже, что считать всем миром? Это всех людей или вообще всю живую среду, то есть, вся живая среда, там, оболочка. Может, еще не живая, так же тоже. Да, 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 да. Потом все люди, то есть, все люди, это все страны, все государства, то есть, в целом, человечество. Общечеловечество. Потом, или какая-то этническая группа, то есть, этническая в плане, там, славяне, европейцы, вот так все, да, этнокультурная группа, или национальная какая-то группа в пределах каких-то государств, вот, или в пределах семьи человека, вот, и все складывается к тому самому человеку, у которого есть какие-то личные интересы. То есть, сейчас, ну, подразделяются интересы человека, и предполагается, что человек должен личными интересами пожертвовать ради общего блага, вот. Вот, и вот этот философский вопрос, а что же такое общее благо, ради которого человек должен пожертвовать свои личные интересы, ну, что вы предлагаете? Ну, это вопрос, я думаю, что такое общее благо для каждого человека, я бы даже сказал, для каждой общности, этнокультурной, региональной, национальной, он свой. Он свой, вот этот вопрос, что и кто готов чем пожертвовать? И он закладывается, скорее всего, на уровне еще воспитания, когда вот тогда разбытие формировало сознание, потому что кому-то, я думаю, вообще будет, не будет дела ни до чего. Потому что человек вообще по своей природе эгоист, зачастую, и люди многие живут по принципу «моя хата с краю», и, например, я не готов, условно говоря, ну, в терминах, опять же, моего прошлой фразы, я не готов жертвовать, допустим, своим временем, ставить машину на учет и так далее, вот. Ну, соответственно, я потом, получается, что я потом буду готов ее как-то разыскивать, или буду готов тому, что мои машины, не знаю, совершат преступления против моих же близких людей, и никто, как говорится, и концы воды никто не найдет. Вот тут вопрос вот этого здравого баланса, опять же, и насколько я вот осознан именно в том, то есть, для каждого вот эти вот уровни рисков, то есть, и уровень плюсов, гипотетических получаемых от жертвы своими личными, или даже, сказал бы, ежемоментными интересами в пользу какого-то общего, пусть даже гипотетического блага, этот вот уровень, этот баланс, он для каждого свой. Вот, то есть, мы пришли к такому заключению, что эта проблема может решаться тем, что все-таки не существуют универсальные истины, вероятно, может быть, ее не существует, которая все сообщества, всех людей объединяет какой-то общей целью, потому что у каждого человека есть какие-то, как мы уже вывели с точки зрения свободы, какие-то свои убеждения, у сообществ людей свои убеждения, у сообществ, из которых потом получаются государства, тоже какие-то интересы, и не существует такой универсальной общей программы, общего уравнения, которая говорит, как действовать всем этим людям, так как у каждого есть какие-то свои убеждения, которые нельзя подстроить под что-то механическое. И создается тогда другой вопрос, как всем этим людям, у которых есть свои убеждения, как им существовать сообща. И тут ставится такой вопрос, что моя свобода заканчивается там, где начинается вот другого человека. То есть, все-таки есть что-то, что ограничивает свободу человека. Если человек признает свободу другого, то стоит другой вопрос. Как эти ограничения будут проходить? То есть, вопрос свободы порождает бесконечность других вопросов, ответы на которые довольно трудные. Вот, что можно добавить? Ну, скажу так, действительно, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Если мы признаем свободу, то прежде всего мы признаем свободу другого человека. И это значит, что, к примеру, я не полезу к соседу на его землю, даже не потому, что у него есть дома винтовка, и он может меня застрелить, а потому что я понимаю, что я буду нарушать свободу его. А человек, как я считаю, мое убеждение, что он должен быть транзитивный. То есть, относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. То есть, из серии, я же не хочу, чтобы люди, тот же сосед залез ко мне на участок, соответственно, я не полезу и к нему. И таким образом, если каждый человек будет примерять на другого человека тот поступок, можно сказать, против, кого он совершает, то и меньше будет каких-либо нарушений свободы. То есть, он будет сам ограничивать свою свободу для того, чтобы не нарушить свободу другого человека. И имея вот такие самоограничения, не нужен будет ни аппарат принуждения, ни даже ментовка в доме. Потому что человек будет осознавать свой поступок, прежде всего, относительно свободы ближнего своего. Но это должен быть очень высокий уровень собственного сознания. И это, я думаю, в ближайшее время. Это, в принципе, даже, наверное, недостижимо практически ни в каком сообществе, к сожалению. Так что, всё возвращается на круги своя, приходится иметь и оружие, и законы составлять, какие-то осводы правил и так далее. Вот. Ради чего, собственно, всё это, все эти вопросы о свободе? Ну, моя точка зрения, что самое дорогое, что есть у человека, это творчество в любом его проявлении. Потому что жизнь, она прекрасна, и творчество, оно прекрасно. То есть человек живёт, творит, как-то преобразует этот мир. Вот. Вопрос счастья, да, что человек хочет быть счастливым, и творчество, оно, это как, ну, средство для того, чтобы человек был счастлив, чувствовал себя счастливым. Но, согласитесь, человек может заниматься творчеством, ну, таким вот этим прекрасным творчеством, только когда он свободен. То есть, когда люди не могут произвольно как-то влиять на него, потому что если есть произвольное влияние каких-то людей, да, не будем брать, типа, государство, ещё что-то, просто посторонний, например, человек как-то влияет на творческий процесс, у человека срабатывает такое отклонение, потому что он не хочет, потому что свобода, она прекрасна. Свобода прекрасна, потому что человек может заниматься творчеством, свобода делает человека счастливым. И когда люди, не люди, а вообще какие-то сообщества, окружающие его, пытаются ограничить его свободу, ограничить его творчество, то у человека появляется отторжение к этим людям и сообществам, потому что кому приятно, когда у тебя забирают свободу, счастье, когда тебе не дают заниматься любимым делом, или ограничивают его, или влияют на тебя так, что ты чувствуешь дискомфорт. И поэтому вопрос свободы, он для всех, так скажем, достойных людей, он очень важен, и они все признают его необходимость, вопрос свободы. Но другое дело, как ее добиться, когда вокруг тебя есть тоже люди, вокруг тебя просто окружающий мир, природа, которая тоже ограничивает твою жизнь. Как добиться этой свободы? И тут мы потихоньку подошли к каким-то политическим идеям, которые... Что это такое политика? Это властные отношения между людьми. Власть – это как раз влияние на человека вне зависимости от его решения. И как человеку, находясь в окружающем мире, с окружающими людьми, иметь эту свободу, добиваться своего счастья, вот, это вопрос как раз отношений с окружающими людьми. Как ему относиться к окружающим людям, к окружающему миру так, чтобы добиться своих целей. Вот, что есть, Добро? Ну, тут вопрос, ну, сначала о творчестве. Но прежде всего, я считаю, что творчество и все, так сказать, высшие духовные проявления человека, они могут полностью быть раскрыты только тогда, когда удовлетворены базовые потребности человека. То есть, прежде всего, это наличие для человека еды, своего собственного жилища, естественно, безопасности и какого-то условно-материального достатка, но это, опять же, еда и какое-то имущество человека. Потому что, если это не удовлетворено и одновременно не защищается, то человек о творчестве о своем думать не будет. Он будет думать о том, как себя прокормить и как себя защитить. Ну, творчество – это здесь не в узком современном понимании, типа, творчество как искусство какое-то, а творчество – это просто жизнедеятельность человека в целом. То есть, как-то более абстрактно я имел в виду его. Да, потому что я считаю, что человеку без определенного места жительства и ему нет мысли о музыке, потому что он не знает, что поесть и где поспать. Но я имел в виду творчество, говорю же, не только как искусство, а вообще абстрактное, как какая-то жизнедеятельность, которая ведет человеку к счастью. Ну, да. Ну, тут, опять же, термин «счастье» у каждого свой. Согласен, согласен. Кому кто-то, и на самом деле многие люди, многие люди, ну, не многие, скажем так, есть некоторые люди, которые отказываются от многих вещей, от многих того же быта, от, допустим, необходимости зарабатывать какие-то деньги, уделять часть своего времени, значительную причем, часть своего времени, чтобы удовлетворять свои базовые потребности. Для чего? Для того, чтобы быть, по их мнению, свободным. То есть, просто человек живет, собирает, допустим, какие-то банки там, мусор какой-то, кто-то даже милостыню просит, и как-то выживает. Но в то же время он говорит, что такие люди, я с такими людьми общался, такой человек что говорит? Я не работаю, например, на дядю. Я не трачу свою жизнь на какую-то, на рутину какую-то. Я свободен. И вот для него, в данном случае, это свобода. Нельзя не уважать выбор этого человека. Да, это его выбор. Либо люди берут самую простую, самую низкоплачиваемую работу, но вовлечение в которую очень минимальное. То есть, он несколько часов в день, ну не знаю, там, убирается в магазине или какие-то, там, допустим, следит за каким-то порядком в каком-то там офисном центре или делает, например, там электромонтаж, там, кому-то лампочки меняет и все, и очень маленькое число по времени. И его едва-едва хватает на то, чтобы удовлетворить базовые потребности, прежде всего, еду. И все. И где-то он живет, даже можно сказать, на грани выживания. Но, тем не менее, этот человек счастлив, потому что он свободен. Он не тратит свое время на то, чтобы удовлетворить потребности. То есть, он не поощряет ту вот парадигму, навязанную, прежде всего, ну вот, современными, так сказать, неолиберальными европейскими ценностями, где нужно максимально зарабатывать, а если не зарабатываешь, брать кредит, для того, чтобы потреблять больше, то есть, потребление – это и есть счастье, вот эта вот концепция. Люди, очень многие люди с этим не согласны, и они, вот, в данном случае, живут так. И я считаю, что это даже выбор человека, и во многом это очень сильные люди, можно перед ними только шляпу снять. Как раз, если вернуться к вопросу о достижении счастья человека, то два полюса, я бы хотел к ним вернуться, то есть, полюс, что человек достигает своего счастья, вот, и никто не должен на него влиять для его достижения. Второй полюс – это вопрос, что не смогут люди существовать, типа, каждый достигая своего счастья, у них возникнут противоречия, когда столкнутся свободы, что две свободы и два счастья не смогут реализоваться вместе, так как они противоречивы, и должна существовать какая-то конструкция, модель общественного устройства, которая позволит максимально реализовать как можно больше свобод всех людей. она ограничит их, но ограничит так, чтобы всего максимально эти свободы как можно больше реализовались. Но проблема в том, что эта система, она будет ограничивать ту самую свободу человека, к которой он стремится. И вот что делать с этим противоречием? Ну, я так скажу, если я сам еще математик, кроме всего прочего, я инженер очень по образованию, ну, и, соответственно, и математик тоже. И я могу сказать так, что идеальная функция сообщества – это функция максимизации суммы счастья, суммы коэффициентов счастья каждого человека, каждого субъекта в обществе. То есть максимизировать суммарное счастье. То есть, естественно, если какой-то человек, который принцип счастья, который я не буду уточнять, ну, противоречит моральным и вообще жизненным ценностям, мыслимым и немыслимым всех остальных людей, вот, и он такой один, то, соответственно, нельзя делать так, чтобы его вот этот принцип был максимальный, потому что он может привести в том числе даже к гибели людей, большинства людей данного сообщества. То есть нельзя, да, соответственно, его, естественно, должен быть ограничен, да, совершенно верно, как в любой задаче оптимизации, поскольку, ну, по сути, жизни и общество – это тоже большая задача оптимизации, если рассматривать это с точки зрения математики. То есть республиканизм, можем так сказать, это та самая математическая модель, которая не урезает счастья субъектов, но объединяет их в какие-то сообщества. То есть создает такие уравнения функции, так что каждый субъект полноценно выражает свои какие-то творческие идеалы, свободы. Их выражает так, не противоречая общей свободе сообщества и свободе каждого другого субъекта. То есть мы приходим к тому термину «республика», что народ, есть не всякое сборище людей, но сообщество объединенное согласием в вопросах права. То есть что это? Согласие в вопросах права. То есть каждый субъект, который выражает свои свободы и идеалы, убеждения, творческие потребности, он их выражает так, что признает за другим человеком тоже право выражать свои творческие потребности. И они вместе, у них такие правовые убеждения, что они выражают все свои свободы, не противоречат друг другу. И у них есть общность интересов. Какой общность интересов? Чтобы существовало такое пространство политическое, в котором они могут выразить все свои свободы. То есть мы от конструкции, которая ограничивает свободу каждого из участников, для существования такого политического пространства, где они могут выражать хоть какие-то свои свободы. То есть каждому участнику нужно пожертвовать частью свобод, ради того, чтобы он мог существовать в пространстве, где хоть какие-то свободы он может выразить. Мы пришли к идеальной модели, когда каждый человек может выразить в каком-то сообществе все свои интересы, но это возможно только тогда, когда он признает за другими субъектами возможность выражать свои свободы. И он заинтересован в существовании такого политического пространства, которое может позволить ему выражать свою свободу, не ограничивая свободу другого субъекта. От себя еще чуть-чуть добавлю, если уже возвращаясь к математике, то скажем так, что в реальном мире, в реальном мире не в теоретическом, на бумажке, а в реальном мире абсолютов не существует. То есть иными словами нету решения какой-либо сложной задачи, где будет стопроцентное решение и только вот такое решение. То есть и мало того, решение одной и той же задачи, ну в данном случае мы решаем задачу максимизации, так сказать, лишних свобод. Решений может быть много, бесконечное число. И модели математические может быть просто бесконечное число. Соответственно, каждому человеку, который ищет свою какую-то абсолютную свободу, он может найти такую модель сообщества, где его свободы, естественно, будут не на 100% реализованы. Ну, например, реализованы на 95%. В математике 95% это очень хороший уровень. То есть это вот, если задача решается, попадает в доверительный интервал 95%, это решение считается состоятельным и оно используется в дальнейшем. То есть он может найти, где может быть даже и больше, чем... Ну, мы, в общем, продолжим фразу, лучше занавим. Значит, возвращаясь опять же к математике, в мире абсолютов не существует, в реальном мире имею в виду. То есть не на бумажке, если мы все это делаем. То есть мы не гонимся за какой-то гипотетической максимальной абсолютной свободой, не понимая, что это такое. А мы просто реализуем некоторые свободы каждого человека. И с точки зрения математики, математических моделей есть бесконечное число, ровно как и бесконечное число возможностей решения той или иной сложной комплексной задачи. Поэтому тем, кто ищет какую-то абсолютную свою свободу, я хотел бы дать такой совет, что ее найти невозможно, потому что, опять же, как я сказал, абсолютов не существует. Однако наверняка найдется модель, где будет реализовано, допустим, 95% ваших свобод. Человеку всегда будет ограничивать даже просто окружающий мир. Да, совершенно верно. Он не сможет, он не сможет, не дышаясь там и так далее. Но нужно ли реализовать больше, допустим, вот этого 95% или какого-то другого интервала, который заведомо меньше 100%, но нужно ли стремиться к абсолютным 100%, если уже, вот, например, в математике задачи с вероятностью решения свыше 95%, то есть, если вы попадаете в этот доверительный интервал, они уже считаются очень хорошими решенными задачами, и такое решение уже применяется дальше в промышленности. То есть, есть ли смысл еще что-то улучшать, потому что есть такая, как бы, поговорка «лучше», «враг хорош». То есть, у нас уже все достаточно оптимально, что и следующие шаги, и поиска большей оптимальности, они будут требовать от нас больших усилий. То есть, есть еще такой термин, как «оптимум по парето», то есть, 20% усилий дает 80% результата. Соответственно, если уже у нас результат достигнут, и он нас удовлетворяет практически полностью, есть ли смысл дальше куда-то двигаться? Может быть, есть смысл поддерживать данную текущую ситуацию? Да, но еще мы должны понимать, что человек никуда не может уйти от естественных ограничений. Естественно, естественно. Вот он не может выпрыгнуть из своего тела, можно сказать, и нарушать какие-то... Он не может двигаться скоростью 200 км в час летать, не дышать воздухом, терпеть температуру 200 градусов и далее по списку. То есть, человек ограничен просто своей природой. Вся физика, она основана на ограничениях, и это естественно, потому что такова суть вещей, как сказал бы классик. Вот. То есть, мы такой вопрос пришли к тому, что существуют разные модели, которые по-разному ограничивают свободу. Существует. То есть, есть модели, которые ограничивают свободу вот так, агрессивно, я бы даже сказал, религиозно ее ограничивают. А есть свободы, которые... Аксиоматические, если с точки зрения математики. Да, да, да. Есть системы, в которых человек, так знаешь, 50-50 существует, а есть системы, которые создаются самим человеком. Самоорганизующие системы. Получаются системы, интересный такой момент, когда субъект, то есть, называется человека субъектом политических и религиозных отношений. То есть, религиозных в плане, как это называется, аксиомы математики. Аксиомы, да, то есть, догматизм. То есть, если мы предполагаем, что человек это именно субъект политических и религиозных отношений, то есть, он, исходя из себя и своих каких-то внутренних отношений, создает с окружающим миром контакты именно с точки зрения субъектности. То есть, мы не берем отношения с природой, которые сама человека ограничивает. То есть, не отношения с природой, а отношения к окружающему, именно социальному миру. Мы представляем человека как субъекта, который выстраивает аксиомы. И самые лучшие, получается, модели математические, это когда именно эти субъекты, субъекты вот этих вот общественных отношений, они соединяются на основе чего? На основе признания друг друга субъектами, признания за другим человеком, возможность принимать свои аксиомы. То есть, он, как бы, производит эту операцию не из-за какой-то универсальной истины, универсального уравнения, а именно два субъекта, соприкоснувшись для совместной жизни, признают друг за другом субъектность именно и существует на основе общего интереса существовать в таком пространстве, когда они признают субъектность друг друга. И такая модель, она просто, она не есть истина, то есть, стопроцентный результат, но это то уравнение, которое стремится туда, стремится. То есть, что нельзя даже представить достижение бесконечности, но это и есть стремление, стремление в положительном направлении. Совершенно верно. Вот. Мы, как сказать так, математические... Да, если уже мы погрузились в такую глубокую терминологию, как абсолютная истина, абсолютная свобода, то есть, это уже больше даже научно-математический термин, а не социально-политический, скорее. Вопросы свободы сейчас рассматривают правые политические философии, то есть, они рассматривают вопрос свободы с двух точек зрения. Первое – это точка зрения собственности и защита собственности. Второе – точка зрения – это именно защита, так скажем, религиозных и идеологических каких-то представлений человека, как субъективных. То есть, человек, как субъект религиозных, философских, религиозных и идеологических убеждений, не может быть ограничен каким-то универсальной истиной, универсальной правдой, которая навязывает ему, влияет на него. То есть, каждый человек обладает какими-то своими убеждениями, субъективно решает, какие убеждения есть правильные, и в зависимости от этого действует. То есть, не только мы признаем в такой модели за человека право на собственность и защиту собственности, но и мы признаем за этим человеком свободу совести. Именно в плане того, что человек живет, так скажем, в своем мире политическом, политическом и религиозном, так скажем, если так абстрактно сказать, живет на своей земле с какими-то своими законами, и нет такой универсальной политической модели, универсальной политической земли, которая может говорить, утверждать, что есть правильное устройство политических отношений и навязывать его каждому субъекту. То есть, мы в такой модели признаем людей как субъектов, как экономических отношений, так и политических. И из таких правых философских направлений, которые интересуются, которые изучают свободу и исследуют ее, можно выделить либертарианство, которое распространено последние сто лет. То есть, как ты знаешь, какие основные его положения либертарианства? Ну, либертарианство, положение, ну, скажу, что главный лозунг «Don't trade on me», то есть, не наступай на меня, то есть, просто «свобода моя» заканчивается там, где начинается свобода твоя. Вот и все это достаточно такой старый, известный принцип. Но вообще, большинство моделей, даже которые ограничивают человека, они все плюс-минус так же работают. Они все, на самом деле, получается, организованы по такому признаку, что они утверждают, что они как можно больше защищают свободу вот этих членов сообщества. То есть, идеологическая проблема, идеологическая какая-то политическая философия в том, что она создает, так скажем, виртуальное пространство, в котором в теории должны находиться все вот эти реальные субъекты окружающего мира. И в этой какой-то конкретной модели как можно больше свобод раскроется. И вот эти идеологии, они борются с друг другом, противоборствуют, они не могут существовать вместе, потому что они противоречат друг другу. То есть, если одна говорит, что нужно дать человеку 40% свободы, а другая скажет даже 60%, то они не смогут вместе существовать. Они смогут, конечно, породить что-то такое общее, да? 50-50. 50%? Да, да, да. А потом, что значит свобода? Это, как, не знаю, там, воды в стакан, да? Вопрос хороший, что такое свобода? И в чем свобода? Но проблема заключается в том, что они считают, что вот их уравнение, оно считается так как истинным. И тут как раз создается общее благо, что так как по нашей модели, общего блага будет максимальное количество, максимальное количество, то ради общего блага вот эти субъекты, которые находятся в виртуальном пространстве, какой-то политической модели, ради этого общего блага мы можем оказывать влияние на каждого отдельного субъекта и ограничивая его свободу, мы на самом деле добиваемся максимальной свободы большинства. Как, например, ну вот случай, да, там, представляя монархокапитализм, к тебе в дом врывается там грабитель или преступник, убийца, и ты защищаешь свою собственность, себя самого, может быть, свою семью, ты ее защищаешь, получается, вредишь этому убийце, грабителю, и получается, ты ограничиваешь его свободу. Грабить меня. Да, да, да. Не очень хорошая свобода. Но тут вопрос такой, а свобода ли это грабить? Потому что это уже возникает даже уже не социально-философское и политический термин, и не моральный, а экономический. То есть если в сообществе идет неправильное перераспределение блага, то есть какой-то материальных ценностей, как, скажем, крови экономики, ну, правильное в большинстве случаев можно, наверное, считать, опять же, ключевое слово, наверное, но тем не менее, считать то, что есть какие-то трудовые отношения, есть вклад каждого человека, ну, условно, в какое-то общее благо, и в зависимости от своего вклада и вовлечения он получает в обмен какие-то материальные блага, то есть и серии, как потопаешь, так и полопаешь. Наверное, как-то пропорционально или как-то это должно измеряться. И товарно-денежное отношение, ну, на данный момент я не вижу какой-либо другой модели, то есть и товары могут быть даже виртуальные, и деньги могут быть виртуальные, но сам, сама принцип оценки, собственно, труда, он никуда не девается, уже многие, там, не побоюсь этого слова, тысячи лет, и, соответственно, он, эта модель, ну, оптимальная, действующая, пока лучше ничего не придумали. Если эта модель вот нарушается, соответственно, у человека банально, если меня постоянно грабят, так скажу, у меня пропадает стимул работать, потому что я буду прекрасно знать, что ко мне все равно придут, это неправильно тогда. Это проблема, потому что, нет, проблема заключается в том, что когда грабитель приходит к тебе домой, то, и ты защищаешь, типа, ограничиваешь его свободу действия, но защищаешь свое имущество и себя самого, вы входите, у вас противоречие, противоречие, да? совершенно верно. Тебя, как собственника и грабителя, как человека, который хочет твою собственность присвоить себе, или твою жизнь отнять. Совершенно верно. Но я ставлю себя на место, например, грабителя, и я, например, не хотел бы, или поставлю грабителя на свое место, потому что человек, говорят, все существо транзитивное, то есть он должен примерять, я считаю, значит, все на, ну, на своем, так сказать, оппоненте, не знаю, на контрагенте, даже, скажем так, на том, с кем я взаимодействую в данный момент. И, соответственно, если я ставлю грабителя, например, я грабитель, я ставлю себя на место человека, кого я граблю, я бы вот не хотел бы, чтобы меня грабили и вырывались ко мне в дом. Просто не хотел, потому что... Я говорю, это моральные оценки. Ты, получается, морально оцениваешь, что я бы так не поступил... Только лишь потому, что я не хочу, чтобы ко мне так же вы относились. Хорошо, но мы же берем математическую... Я готов ограничить свою свободу. И я надеюсь, что много людей, начнутся, которые готовы ограничить свою свободу грабежа ближнего своего... Ради существования. Ради существования своего собственного банального существования. Я думаю, что большинство людей такого заберет. Если мы абстрагируемся от общества, то... Вот абстрагируемся от всего вообще, то когда грабитель приходит к тебе домой, мы же имеем, получается, только его субъективность, да? И свою субъективность. Причем, субъективность, она может существовать... Она вообще существует по факту, да? Вот, например, я захочу сейчас попить воды, да? То есть я пью воду не потому, что я субъект, а потому, что у меня просто... Есть потребность, у тебя естественная. Есть не потребность, а есть возможность. То есть подойти там к чайнику, налить себе... Нет, я не очень хочу отставать, я тебе сейчас к чайнику лечу воды. У меня есть естественная потребность. Нет, я имею в виду, что то, что я могу налить себе воды, это просто факт. 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 Но мы говорим о субъектности... Но ты же не нарушаешь мою свободу, и тебе более же... Нет, ты меня не понимаешь. Смотри, когда я могу налить себе воды, то есть я могу ее выпить, это просто физическая возможность. Например, ты обладаешь каким-то домом, это твоя физическая возможность, что ты им обладаешь. И ты говоришь, что ты субъект экономический и политический, или, как я выражаюсь, политический и религиозный субъект. Ты на данный момент только являешься субъектом внутри своей виртуальной политической реальности. Да. То есть для человека, который грабитель и пришел к тебе домой, возможно... Я являюсь субъектом его реальности. Во-первых, ты являешься, ты входишь у него виртуальной политической реальности. Вы с ним вступаете в интересы по его закону внутри него. И когда он врывается к тебе домой согласно его реальности, не факт, что ты являешься этим собственником. То есть вы, как два просто субъекта отношений, про две переменных, да, со своими какими-то направлениями движения, вы соприкасаетесь и у вас появляются противоречия, столкновения. Вот. Вы же не признаете друг друга субъектами, вы признаете друг друга объектами, а субъектами вы можете друг друга признавать только внутри сообщества, которым вы признали друг друга субъектами. То есть вы создали какое-то политическое, правовое, правовое не в плане там, что современное слово правовое, а в плане юридическое пространство, где вы признали друг друга субъектами. Только тогда вы являетесь субъектами. А до этого момента вы просто являетесь фактическими владельцами, фактическими собственниками какого-то имущества, каких-то материальных благ. И когда грабитель перелезает через забор, он не считает возможным тебя истинным владельцем этой территории. Он считает тебя временным человеком, который на ней находится. И может быть чем-то мотивирует свои действия, что он может здесь находиться, потому что у него есть тоже фактическая, физическая возможность здесь находиться. Может он хочет отбить у тебя этот какой-то участок, просто вытеснить тебя. То есть тут просто происходит конфликт. Я согласен, что в моей реальности это мой участок. А в его реальности это, почему бы не его участок? Почему бы не его участок? Ну, я тогда так скажу. Тогда, опять же, общность интересов и признание права. То есть все соседи, все признают за то, что не просто моя хата с краю, я готов защитить. Так, то есть происходит конфликт, конфликт, и получается вопрос, как из него выходить. И вообще, нужно ли из него выходить? Вопрос на самом деле очень хороший, потому что я, допустим, признаю не просто право собственности, что это мой участок и все, а я признаю прежде всего право собственности своих соседей на их участке, точно так же, как они признают в моем сообществе. Создаётся тогда вопрос. Соответственно, если человек этого не признает, но объективно, что с точки зрения нашего права он вредит, то и убедить его невозможно признавать эти права собственности, то тогда можно просто методом физического принуждения из серии не надо туда ходить, там живут анкапы, у них у каждого групповка грабить их точно не получится. Вот такого правила. Если он не признаёт какие-то права собственности на участок, на какое-то имущество, которое на нём находится, то он будет физическое своё ограничение. То есть ограничение из ограничения морального и правового приходит в ограничение физическое. Не надо лезть к ним на участок, и тебя, скорее всего, застрелят. Да, да, да. То есть мы пришли к таким терминам, как фактическое обладание какой-то собственностью, да, и именно правовое обладание, когда окружающие люди какие-то признают за тобой это обладание, и вот эта твоя субъективность на какой-то территории, она существует только в твоём или вот этих людей, которые согласились участвовать в виртуальном пространстве. То есть существует некое виртуальное юридическое пространство, где ты и твои соседи, они признают, что это твоё право наливать чай. Просто что ты можешь. Вот когда ты можешь налить себе чай, там положить сахар туда или мёд, там сосновые почки, допустим, не важно, это фактическое обладание, то есть ты реально можешь себе это сделать, там пойти, нарубить себе иван-чай, сосновые почки и сделать себе напиток, который ты считаешь правильным, это фактическое обладание. А другое дело совершенно, когда окружающие люди признают за тобой право, то есть... Ну тогда это всё правильно, но тогда простой пример, если, допустим, даже имеется, например, на Земле небольшое какое-либо государство. Оно существует вдруг. И там люди все признают верховенство право, признают возможность пить чай с сосновыми почками и многое-многое другое. И вдруг на Земле прилетают инопланетяне. Инопланетяне нам сильно, как я говорю, плоско-параллельно. Какой чей ты любишь? Не отрубили с сосновыми почками. Они просто готовы всех уничтожить. И если... Им бесполезно доказывать, что у нас есть право, что это наша территория. Может, даже из винтовки бесполезно в них стрелять. Им всё равно. И они прилетели, как непреодалимые силы, просто уничтожили. Но если, допустим, у этого сообщества есть какая-нибудь ракета, они их сбили, и всё, потому что, ну, иначе нельзя. Вот. То есть тут уже просто входят в силу физические запреты. То есть ракета Бабалова инопланетянина, да, его больше не стало. Вот и всё. И он даже не понял, что это нельзя было делать. Его просто нет. И проблема для данного сообщества была решена на физическом уровне. В Греции называют таких людей варварами. То есть, которые невозможно объяснить. Варварам невозможно объяснить. И в итоге многие цивилизации погибли. Варвары, вандалы. Это стало именем нарицательным. То есть люди, которые просто приходили, уничтожали какие-то культурные, материальные ценности, просто потому что могли. Им было невозможно объяснить, и многие цивилизации именно из-за этого погибли. Вот. И всё. И право какой-либо здесь абсолютно бесполезно. То есть если подытожить всё, что мы сказали, то наш мир можно представить как физическую модель, то есть мы ограничены природой. Да. Ограничены природой. Вот. Не будем на наше уравнение вписывать, что природа как-то изменяется согласно чему-то. То есть будем считать, что природа не может сильно менять свою структуру. То есть мы ограничены окружающим нас, вот действительным миром. То есть вот этим столом, например, что стол существует, он на самом деле нас ограничивает. и мы как участники, то есть все люди, они продолжение природы, но они отделены от неё тем, что они принимают какие-то решения свои. И они как, не как субъекты, а как участники броновского движения, можно так сказать. Ну, по сути, да. И каждый вот этот атом, каждый человек, соприкасаясь с другим, у него возникают какие-то... Да, взаимодействия и ограничения одновременно. Да, потому что они не могут двигаться по намеченным траекториям, не соприкоснувшись. Да, мало того, после соприкосновения, после взаимодействия человека с человеком, человек, соответственно, ну не то чтобы меняется, но как же. Итак, у нас есть, получается, окружающий мир, который мы считаем... Физический мир. Физический мир, который мы считаем статичным, достаточно-таки статичным, и в нём есть... То есть окружающий мир, мы его представляем как математическую модель, то есть вот эти все физические данные окружающего мира мы подставляем в математическую модель нашу, в котором люди, Люди — это как атомы, которые движутся по своей траектории броуновским движениям. То есть мы пришли к выводу, что для человека главное — это достижение счастья, творчества и свободы. И у каждого человека есть своя траектория. И вот все эти люди, атомы, у них у всех есть своя траектория. И как окружающий мир им позволяет, например, стол, то есть это физический объект, который на самом деле ограничивает нас, потому что мы не можем пройти сквозь него, не можем пройти сквозь стены. Как окружающий мир нам позволяет двигаться, мы по броуновскому закону, предполагаем это в нашей модели, выбираем нашу траекторию движения. И интересы вот этих вот атомов, людей, они неизбежно противоречат друг другу, просто потому что мы видим, что они противоречат друг другу. Вот мы пришли к примеру, что собственник, фактически владелец дома, какого-то имущества, себя самого, можно так сказать, да, там живет на такой-то территории, к нему врывается грабитель, убийца, преступник, хочет забрать его жизнь и его дом, да. Вот. И получается конфликт, конфликт двух атомов, двух атомов. С точки зрения одного атома, вот у него есть своя траектория, по которой в его виртуальной политической реальности он является политическим и религиозным субъектом, и он является собственником, вот только в его виртуальной политической реальности он является собственником этого дома, да. как, например, у религиозных каких-то фанатиков, агрессивных, настроенных ко всему миру. У них есть их виртуальное политическое пространство, в котором вся планета, весь космос – это их собственность. А, это их собственность. Только в их виртуальном политическом пространстве. Так и у этого фактического владельца, в его виртуальном политическом пространстве, то, как для него, внутри вот его атома, он является собственником этого дома и собственником своей жизни. Другой атом, который ворвался к нему, его фактическое дом, перелез через забор с оружием каким-то, он не является собственником, он является кем? Человеком, который занял то, что может принадлежать ему. То есть, с точки зрения грабителя, вот этот атом, который владелец, фактически владелец дома, он объект его траектории, его направления, он является объектом. И он не является каким-то законным, да, с точки зрения грабителя собственника. То есть, мы имеем просто два объекта, и все, и конфликт интересов, и внутри у каждого из этих атомов своя виртуальная политическая реальность. Да, и своя, по сути, правда получается. Своя правда. Да, но однако я... И более того, на самом деле, а как определить, какая из этих правд является истина? А может быть, даже и не одна из них. Истиной может быть являться то, что один человек временно, фактически, обладает... Захватил просто эту землю. Захватил землю. И просто пришел на нее и построил дом там. Да, и построил дом. А другой хочет оспорить его... А другой хочет оспорить. ...вышественное право на эту землю, это дом. Да, и получается, истина заключается в том, что, собственно, ни одна из этих правд... Не существует, да, совершенно верно. Истина заключается в том, что у этого есть своя правда. И у другого есть. И вот это как раз является истиной. Ну, это да. Нет, ну мы можем вернуться, например, в американское общество, начало колонизации нового света, когда люди просто захватывали прерии и строили ранчо, но там все равно было какое-то правило. Было главное правило, кто первый застолбил участок, тот и, собственно говоря, собственником был. Но однако... Противовес. Однако убивали собственников и захватывали. Конечно. И по сути это было, ну, это абсолютно небезопасное заобщество было. Я могу просто тебе ставить аргумент, который, как бы, вот, немножко разрушает. Например, человек может назваться собственником всего мира. Например, как это делают религиозные фанатики. Мы собственники планеты и вселенной. Вот. И, как бы, сказать, типа, я первый же. Никто еще не предъявлял права там на какой-нибудь там Плутон, допустим. Вот. То есть от того, что ты предъявил, что это твоя собственность, это только у тебя в твоей виртуальной политической реальности, это твоя собственность. Ну, Плутон недостижим как для меня, если я скажу, что Плутон моя собственность. Абстракт. Абстрагируем. Так недостижим и для других людей, поэтому таким правом я ничего не нарушу. Это для абстракции. Для абстракции это хорошо. Но, допустим, ты можешь предъявить права там на какой-нибудь лес. Потому что ты там собираешь грибы. Я предъявил права на какой-то лес. А там целая община живут, и есть люди. И они будут готовы, допустим, если я буду кричать, и все равно им будет, потому что я с ними не буду касаться. Она заключается именно в том, что есть противоречия в Бровановском движении. Совершенно верно. Вот истинно, что неизбежно, это что при Бровановском движении будут столкновения атома. Вопрос в том, как эти противоречия решаются. То есть, если я, допустим, из врачей себе предъявил какие-то имущественные права на лес, а там живет община. Пока я на них никак не воздействую, им будет все равно. Когда я попытаюсь с оружием в руках, например, захватить их землю. И они, соответственно, будут, они поймут, что я не признаю их, верховенство их права на данную землю, на данную территорию. Я не признаю, мало того, частную собственность. Я просто хочу захватить их территорию. Соответственно, они поймут, что только физические, физические ограничения смогут в данном случае остановить меня. Вот и все. И таким образом застрелив меня из винтовки с точки зрения их права, они сделают абсолютно правильно. Потому что пришел некто, кто пытается оспорить их, так сказать, парадигму, их мировоззрение, их право, вот их устои. Ну и, соответственно, он не понимает никаких увещеваний, никаких моральных, так сказать, доводов. Нанимает только физические ограничения, в данном случае пулю. Вот и все. Но это из той же серии, как, например, живет какой-либо, представим, землю, плоскую землю, плоскость. И живет там какое-то сообщество людей, небольшое государство, допустим. Они пьют, допустим, чай с медом, с сосновыми почками, с ягодами, с грибами. И все им прекрасно. И прилетели инопланетяне. У каждого из этих людей этой общины есть, соответственно, свой участок, свой дом. При этом каждый человек не только захороняет свой дом и признает за тем, что есть свой дом, это его собственность. Но он также признает право собственности за другими участниками данной общины. И, в принципе, все хорошо, все совсем согласны. Но прилетают инопланетяне и хотят колонизировать всю плоскость данной земли, уничтожить государство, заодно людей, потому что они потребляют какие-то ресурсы. И самим пить, допустим, чай с сосновыми почками. Никакие выщевания данных инопланетян не помогут. В винтовке стрелять их тоже бесполезно. Допустим, у кого-то нашлась какая-то самодельная ракета. И вот ракета помогла. То есть нашлось то физическое ограничение, которое просто остановило в данном случае нарушителя спокойствия данной общины. И с точки зрения общины, это будет, по сути, правильно, да, мы отвалили общую виду. Но это не значит, что инопланетяне, нет другой какой-то планеты, другой сущности, где они живут, инопланетяне. И когда инопланетяне поняли, что их собрата убили, они не пошлют большой звездный космодесант на эту плоскую землю и не уничтожат всех там. И опять же, будут в крайних формах, присутствуют лишь физические ограничения, потому что у каждого своя правда. То есть, возвращаясь к математической модели, что истина заключается только в том, что Броуновская, что атомы движутся по своей траектории. И всегда сталкивается. Изменяет траекторию после остановления. И по статистике они сталкиваются. Вот в этом и истина заключается. Совершенно верно. То есть, как появляются вот эти так называемые в кавычках универсальные истины, да, это атомы, они выстраивают какую-то модель, типа пытаются диктовать другим атомам их движение так, чтобы... То есть, атомы предлагают движение другим атомам так, чтобы было как можно меньше столкновений. То есть, вот я, типа, атом на всеобщую Броуновскую вот это вот сообщество атомов говорит, что давайте все двигаться по такому уравнению, да, так, чтобы снизить количество столкновений. Совершенно верно. Вот. Но проблема в том, что это как грабитель, который приходит к тебе домой и говорит, что, типа, вот есть такая траектория движения нашего, где будет меньше столкновений. Но когда нашу траекторию как-то изменяют, получается, ограничивают то самое счастье, творчество и свободу. И... Никто с этим мирится, не готовится. А, там, не может, но с точки зрения его виртуальной политической реальности это явно вмешательство. Это явно посягательство на счастье, когда ты мне говоришь двигаться, не вот потом... Это неестественное ограничение свободы. Допустим, этот атом, он признает ограничение свободы, ну, в рамках, например, сообщества, ближних к нему атомов, в рамках каких-то физических ограничений и так далее. Но когда кто-то к нему вторгается, он не признает это какое-то дополнительное ограничение, которое не стояло в условии данной задачи изначально. И он это не признает. Вот. И что мы имеем? То есть, для атома самое лучшее это пытаться свою траекторию ускорить так, чтобы ему перебраться в то пространство, где он может со своей траекторией передвигаться с другими атомами... С похожими траекториями и с меньшим количеством столкновений. С такими, у которых будут такие траектории, чтобы столкновение внутри области определенной было такое, которое удовлетворяет. Да, удовлетворяет именно. То есть, у атома есть стремление попасть в ту область, где его будет удовлетворять количество столкновений. Совершенно верно. Потому что... Поэтому люди и мигрируют из разных государств, из разных общин, разной общины совершенно верно. Это вот решение у меня задачи уменьшения столкновений. То есть если мы ставим задачу добиться наибольшего счастья, свободы и творчества для каждого атома, то нам нужно сделать область, в котором эти атомы будут двигаться максимально со своей траекторией и сталкиваться на удовлетворяющих друг друга уровнях. Переходим к республиканизму. Что он представляет? Что народ, то есть это сообщество атомов, то есть как это называется? Множество атомов, объединенных с согласием в вопросах права. То есть это что? Согласие в траекториях, что я признаю за тобой такую кривую, а ты за мной такую кривую. Совершенно верно. То есть мы признаем друг за другом кривые. То есть что? Во-первых, мы признали друг за другом, а во-вторых, максимальное счастье. То есть я могу добиться максимального счастья, только двигаясь по именно кривой, а не по прямой. Допустим. Да. То есть согласие в вопросах права и общность интересов. То есть когда я понимаю, что есть множество атомов, которые двигаются по таким траекториям, что не сталкиваются друг с другом. Потому что общий интерес наш это счастье, условно говоря. Общий интерес это то пространство, в котором я могу двигаться по своей кривой. И мы должны создавать это пространство, в котором мы можем все полностью нашу кривую, которую нам материальный мир предоставил, в условиях данной задачи выполнить. И республиканизм. То есть если мы переходим от абстракции уже к политическим моделям, он предполагает, что республика, вот республиканизм, это расшифровывается как республика, общее дело. Общее дело. Общее дело по защиту вот этому свободе, по защиту свободы, счастья и творчества. Общее дело для защиты свободы. Общее дело народа. Не всякого сборища людей, не всякого сборища атомов, которые непрерывно сталкиваются в противоречиях, как грабитель и фактически владелец. Их противоречия неизбежны. Но республика это общее дело народа, которое есть не всякое сборище людей, множество произвольных атомов, а сообщество, множество атомов, объединенное согласием в вопросах права, то есть согласием в траекториях друг друга и общностью интересов. То есть когда каждый атом понимает необходимость существования той области, в котором он может совершить свою траекторию. Ну по сути, да. Здесь невозможно не согласиться. Ну и соответственно функции, я еще добавлю функции максимизации, так скажем, счастья, какой-то свободы или какого-то общего блага, высшего блага. Ну вот, то есть когда всем будет жить комфортно и удобно, скажем так, с их даже субъективной точки восприятия, которая у каждого своя, опять же. Но тем не менее она очень будет похожая у всех. А если представить универсальный изм, то его как можно привести, какой пример, да, это как грабитель, который приходит к фактическому собственнику и говорит ему, вот мы можем сделать, типа, так, что, например, ты мне отдашь половину, но ты останешься жив и будет, типа, больше счастья. Типа ты сможешь частично продолжить свою траекторию, и я частично, там, не весь дом твой заберу, и я частично продолжу свою траекторию. То есть какое-то сообщество множество атомов предлагает другим атомам свою траекторию изменить и предлагает такую модель, где будет меньше соударений. Да, но я как бы сказал, но тут это не равноценный обмен, то есть был у человека дом, он жил, там, допустим, все было хорошо. Тут пришел грабитель и говорит, ну ладно, я не буду тебя убивать, я только полдома у тебя возьму. То есть это нифига не равноценный обмен. Да, это, конечно, лучше, чем он бы забрал все или тем более убил бы человека. Или как прилетели на обладитяне, сожрали все сосновые бочки, а мед так уже быть оставили. Вот, сударений, в принципе, вот такого класса, я считаю, не должно быть, как бы. То есть неправильное перераспределение, потому что... Пример, да, другой какой-то должен быть. Например, что фактически обладатель водоема или источника чистой воды, и приходит тот же грабитель. Грабитель, убийца, преступник, как его называет владелец фактически, да. И он говорит, что это единственный источник, и по моей траектории я должен им пользоваться. Фактически владелец говорит, что а по моей траектории мне должны все приносить грибы или какие-нибудь алмазы. За то, что ты пользуешься моим источником. Это опять соприкосновение, столкновение атомов. Это более сложное, кстати, противоречивание. А где истина? А истина только в том, что есть столкновение атомов. В этом вся истина. А правда, вот у каждого объекта она своя. Но может ли вот этот фактический владелец сказать, что он собственник? Вот мы имеем в виду собственник, это владелец, и имущество это тот самый объект. То есть он банально пришел первый, захватил это озеро с куском леса. Смотри, внутри, получается, своего виртуального, политического и религиозного пространства. Он сосовственник, это понятно. Внутри пространства виртуального, своего. Он собственник. Своего-то, да. А внутри, не внутри, а снаружи, скажем? Ну, снаружи, это сейчас сложный вопрос. Внутри виртуального пространства грабителя, грабитель-собственник тоже. Потому что он иначе не сможет продолжить свою траекторию. Существует ли вот именно истинный собственник? А истинного собственника не существует. Существует просто один объект в водоем и другой объект. И истина заключается в том, что просто нету истины, кто является им. Нет, потому что если, допустим, зафиксировать, например, такое право, как в Америке, то есть первенство захватившего, то есть я первый пришел на эту землю, взял, в общем, в свое пользование участок леса с озером, и я собственник. И соседи, и все люди из моего сообщества это признают. Только после того, как они признали это. Да, допустим, они признают, но это только из моего сообщества. А из другого сообщества это признать не будут, допустим. Они хотят просто пользоваться водой хотят. Есть какая-то область, область движения атомов, в котором можно какие-то договоренности насчет траекторий. Но область будет ограничена всем. Уравнения, да, типа подстраивать какие-то перемены и так далее. Только согласие именно участников. Другой атом не из этой области. Он движется по своей траектории. То есть... Он согласен не будет, да? Это действительно просто... А свободная частица, которая, допустим, быстрая нейтрино и всякие другие, которые просто пролетают, пронизывают эту систему. Да. А в этом и есть броневское движение, что оно просто... Да, оно просто пронизывает, то есть оно на большой энергии. Как метеорит, например, упал. Пытается грабитель взять часть озера себе, опять же, грабителем лица собственника, который первый захватил его. И вот он, допустим, пытается ему как-то доказать, направляет на него даже винтовку, например, и тут на них падает метеорит. Да. И дальше ваши действия. Нет действий никаких. Действий никаких, да. То есть, если переходить... То есть, это такая абстракция, и получается довольно пессимистичная. Пессимистичная, абсолютно пессимистичная. Но между двумя объектами не существует такого варианта, чтобы конфликт был неизбежен. Но мы можем, например, если большое количество атомов в какой-то области с общего согласия, ну, общее согласие, может быть, кто-то их убедил и так далее. То есть, если фактически существует, так скажем, течение или притягивание какое-то, то есть, большое число атомов существует уже по какому-то уравнению, то отдельному атому... Да, будет сложно. Будет сложно... Изменить этот мир, да. ...просочиться. Да. Просочиться. Как это сказать, большое количество атомов, они создают некую черную дыру. Ну, совершенно верно. Даже не дыру, я бы сказал, какую-то преграду, как, допустим, свинцовые детали, толстые, которые даже самые быстрые частицы в итоге задерживают. То есть, так же и здесь. Одному атому просто будет невозможно, если, скажем так, переубедить всех остальных, что это мой лес. Да, 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 не просто. Да. Он будет меньше сыр, и уже физические ограничения. Просто складывается ошибка, что вот эта черная дыра, так как она образовалась, согласием атомов в ней участвовать, это есть универсальная истина. Да, это да. Это просто факт. Это факт. Это просто факт, что атомы по тем или иным причинам образовали уравнение движения, по которому они создали эту черную дыру. Это просто исторически так сложилось. И исторически сложилось, что тебе больно не следовать притяжению. Да, и практически невозможно его не следовать. Но просто суть заключается в чем? Что когда внутри этой черной дыры возникают какие-то противоречия, то возникают другие центры, уже менее сильные притяжения. И каждый атом внутри этой черной дыры, он до сих пор является атомом. Да, и он тяготеет к своему центру притяжения совершенно. И несмотря на то, что он может следовать, следовать какому-то более простому пути, он все равно, у него есть свое стремление по своему броуновскому движению. И чем больше атомов у них возникает, либо броуновское движение, либо какое-то направленное тяготение к какому-то другому уравнению, то черная дыра начинает ослабевать. Да, совершенно верно. И уже не будет каких-либо препятствий таких сильных для того атома. Ну, это простой пример, когда возникают всякие катаклизмы, революционные движения и так далее. Активизируются те же, к примеру, грабители. Потому что нету никакого контроля. Даже банально соседи будут, каждый сам за себя, нужно выживать, нужно как-то это. И люди, и кто-то уезжает, кто-то это. И люди в основном, то есть нету черной дыры, скажем так, или какой-то большой звуководности атомов. И одного атома бунтаря, а есть, который вот этого грабителя, убийца и преступника. А есть один на один. Или стихийных бедствий. Когда природа та самая, которую мы считали статичной, делает толчок какой-то, сейсмологический. И она рушит систему. Пусть черная дыра, она существует только вот в этом столе. То есть если мы стол двигаем, то у черной дыры уже происходит дисбаланс. Ей нужно либо перестроиться оперативно, либо она ломается. И временно превращается либо в броуновское движение, либо в какие-то отдельные уравнения движений. И в ней вот это тяготение к центру или тяготение к какому-то уравнению, оно уменьшается. И каждый атом вспоминает либо уравнение, которое он помнил, либо свою траекторию. Да, либо просто формируется какое-то локальное уравнение. То есть человек, индивидуальный субъект, вот этот мельчайший атом, мельчайший частиц. Она ведет по такому алгоритму, который сформирован текущими соударениями, какими-то столкновениями. Потому что взаимодействие всегда происходит. И он ведет, то есть условно говоря, если, допустим, началась какая-то, допустим, революционные какие-то движения, какие-то беспорядки. Человек просто понимает, что ему нужно условно по лесу собирать сосновые почки и запасать, делать запасы для того, чтобы банально есть. Ему неинтересно, что там происходит. Он понимает, что банально товарно-денежные отношения перестали выполнять свои основные функции. Он не может приобрести вещи, какие-либо нужные для ему, для его истепия удовлетворения естественных потребностей. И он не может, самое главное, продать свой труд. Он не может вовлечься в эти сам товарно-денежные отношения и сгенерировать, так сказать, в себе какое-то благо, даже для удовлетворения самых базовых потребностей. Он начинает, соответственно, действовать. Он выпадает из вот этого вот общности атомов. И он начинает действовать согласно своему локальному какому-то алгоритму, согласно своим навыкам, в частности. И для того, чтобы просто выжить в данной ситуации, идет какое-то натуральное или хозяйство, не важно. Ну и, соответственно, ему уже все равно, грабят там соседа или нет, по сути, ему лишь бы выжить самому. Или не соседа, а даже гипотетический дом какого-то гипотетического, там где-то человека, ему важно лишь выжить самому. То есть истина в том, что истины нет, а есть лишь броновское движение и уравнение. И причем уравнений есть большое количество, и даже если уравнение сильное и превращается в черную дыру, то черная дыра от этого не становится истиной, а лишь становится сильным уравнением. Да, и становится непреодолимой даже физической частью силы, которая это... Можно было, простой пример, можно было в Римской империи, например, митинговать что-то там, допустим, за какие-то другие философские течерения, кроме как римское право. Но, и может быть, римское право было и неправильно, но, тем не менее, большинство людей это поддерживали, по сути, это непреодолимая сила. Не преодолимая. И это не было смысла. Это один атом, который, по сути, двигался против. Как можно было встать на какой-то протест против варваров, например, которые тоже стали непреодолимой силой уже для... Одна черная дыра поглотила, по сути, другая черная дыра. Это, естественно, и, по сути, процесс... Да, черная дыра... Это процесс движения. Бромовского. Да, ничто не истинно все называемое. Бромовского движения черных дыр. Существует бесконечное количество и уравнений, и черных дыр, схемы и так далее по списку. А что делать простым людям? То есть у простого человека, атома, да? У него желание, ну, вот эту свою траекторию все-таки совершить. Да, совершить траекторию с меньшим количеством, возможно, меньшим количеством соударений. Потому что соударение, оно... Отнимает энергию. Отнимает просто жизнь. С физической точки зрения, любой удар, это отнимается энергией. Да, энергия, да. То есть у него сохранить энергию, ему что, у него стремление жить в таком балансе с другими атомами, чтобы жить. То есть если мы считаем, что у атома главное это счастье, творчество и свобода, то ему нужно находиться в обществе, где он может так производить траекторию, где у него будет счастье, свобода и творчество. Вот. То есть у него не было конфликтов с другими людьми. То есть он сам стремится, получается, атом именно в своем виртуальном пространстве. У него два варианта. Либо стремиться там конфликтом, если он считает себя сильнее, или если он считает необходимее. Не видел, например, нормального человека, кто ищет конфликты, именно хочет с кем-то ссориться, конфликтовать. А это, кстати, довольно интересно, смотри. Вот мне не хочется, например, ни с кем-то конфликтовать. Есть же, получается, проблема, что атом, он теряет энергию, когда пытается создать уравнение, которое позволяет существовать со свободой, творчеством и счастьем. То есть когда атом образует вокруг себя черную дыру, так называемую, начинает раскручивать вот это колесо, в котором люди могут в определенной области атомы могут свободно двигаться без соударений. Он же, получается, жертвует энергией своей, потому что он тратит свою энергию на вот эту вот раскрутку дыры. И как это объяснить? То есть получается, он отдает себя как атома на вот это движение черной дыры. Ну как данка, который вырыл свое сердце, а светил будет людям. То есть атом, то есть это такая философия атома, что он жертвует собой, именно собой, как одним каким-то объектом. Ради существования всех остальных атомов. Понимая, что он один ничто относительно всего. То есть есть какое-то виртуальное, опять же, виртуальное пространство, в котором задана траектория, при которой, которую должен вот этот раскручивать атом с броновским движением, чтобы создать то пространство, где атом может максимально раскрыться, не солдаряясь с другими. Но для этого вот атому нужно именно создать ту область, где ты можешь раскручиваться. То есть пожертвовать собой сначала, а потом, чтобы другие атомы уже могли, не жертвуя, как-то делать. Да. Ну, такое бывает, да, в принципе. Ну, это, мне кажется, просто гениальным. Ну, это, да, это интересно, но есть ли место геразмы в современном мире, но, в принципе, зачастую как-то... И причем, когда атом раскручивает уравнение, да, вот это вот... Опять же, мы должны сказать, что истинного-то уравнения нету. Да, да. Что истинное уравнение – это то, где каждое уравнение может существовать. То есть, получается, у каждого атома вот его траектория, уравнение траектории, и истинное уравнение – только то, где каждое уравнение имеет право быть. Ну, по сути, да. То есть, даже не то, что истинное уравнение, а истинное вот это вот пространство, вероятностное, в котором есть все эти уравнения, математическое... Все это разнообразие. Все это разнообразие, совершенно верно. Вся вот эта вот область определения, в которой все это существует. Но опять же мы признаем, что есть какие-то уравнения, которые проявляют агрессию. Да, но вот если касаемо нашей планеты рассматривать, то все-таки у нас есть ограничения, у нас планета конечная, число людей на ней конечное, и даже счетное, можно сказать. И соответственно у нас конечное количество каких-то уравнений, математических моделей, парадигм, и плюс-минус вот эти функции максимизации счастья, они плюс-минус во многих случаях выглядят по сути одинаково. То есть похожие, подобные друг к другу, не считая, конечно, действительно каких-то исключающих из себя вот этих вот негативных вот вещей, негативных проявлений сообществ, которые ведут откровенно, ну, какую-то пагубную, скажем так, деятельность, которая не поддерживается большинством людей. Но тем не менее, как бы, все-таки у нас есть некоторые упрощения, можно сказать, с точки зрения того, что мы все-таки на Земле как бы существуем, да, потому что предъявлять собственность на тот же Плутон мы можем, но это никак физически не влияет ни на что. Хотя можно быть, в принципе, счастливым. Допустим, я сейчас скажу, что я собственник Плутона, и я буду от этого счастлив. В принципе, чью свободу я здесь нарушу, я не знаю, наверное, ничью. Согласен, интересно. Главное просто не доставать этим вопросам окружающих людей, например, ближних своих, свою семью, чтобы каждый день говорить своим коллегам на работе, что вот я собственник Плутона. Просто, ну, буду считать человеком немножко не от мира сего, наверное. Вот, то есть, все так сложно, типа, каждого атома просчитать сложно, и мы пришли к тому, что нет универсальной истины, а есть уравнения. Уравнения. И атомы, они в теории, если они хотят совершить свою траекторию, они должны искать те уравнения, при которых они могут совершить траекторию, и другие могут совершить траекторию. И существует пространство, где они могут совершить траекторию. Вот. Но просто создание этого пространства, оно требует того самого самопожертвования атомов ради существования этого пространства. И проблема в том, что, может быть, она разрешается как такой фаталическим каким-то отказом от своей траектории ради самого возможности. Но можно перейти, наверное, к республиканизму. Да, наконец. После долгого вступления республиканизм как раз подразумевает существование пространства политического, виртуального, в которое люди вступают на основе общих интересов в согласии в вопросах права. То есть, чтобы все вместе отстаивать свободу, отстаивать пространство, в котором они могут быть свободными. И человек, именно субъект, собственник, а не фактически обладатель, когда сообщество, может быть, состоящее из от одного до неограниченного количества атомов, людей, признают за ним, что он собственник. И он является собственником только на основании этого сообщества. И то же самое моя возможность попить чай. Я могу фактически это сделать. А есть еще и сообщество людей, которые признают за мной, что я именно это действие могу сделать. Это тоже очень важно. Что я его делаю не только фактически, потому что я могу... Я признаю, Маш, чай, поэтому... Вот. И республиканизм это такая политическая версия вот этой математической модели, которую мы описали. Из правых политических философий все-таки отличают либертарианство, которое делится на минархизм и анархокапитализм. И вот появляется нечто новое, нечто немножко другое. Это республиканизм. Вот если математически сравнить, вот в чем все-таки разница либертарианство, минархизм, анкап и республиканизм. Вот давай попробуем как-то это озвучить. Ну, достаточно сложный вопрос. Но если брать анкап, то мне кажется, что в анкапе все траектории движения атомов, они по сути завязаны только физическими ограничениями. Только физическими. То есть нет какой границы всего... Минимальное количество области. Минимальное количество области определения. И как не области существуют, и они не... И нет глобальных функций. То есть эти функции, которые... То есть функции максимум, минимум и чего-то этого. Есть просто функция траектории движения. То есть функции у каждого есть атома, у каждого атома есть это уравнение. И просто каждый атом старается не столкнуться с другим по одной простой причине, что он потеряет энергию и, соответственно, по сути, потеряет жизнь. Вот и все. Это вот такое движение. В республиканизме, наоборот... Наверное, сначала к либертарианству. К либертарианству. Менархизм. Менархизм и либертарианство в целом. То есть либертарианство в целом, оно отстаивает идею как можно большей свободы движения атома, но двумя способами. То есть первый способ это, что атомы, вот их бронусское движение, оно само в состоянии обеспечить наивысшее продолжительность жизни. Да, то есть, я понимаю, что все, кто столкнулись, те столкнулись, и все остальное уже не сталкиваются. И столкнувшиеся выпали на каких-то ранних итерационных шагах, а не сталкивающиеся движутся дальше, по сути. А менархизм, он подразумевает, что вот этим атомам им необходимо выбрать минимальное уравнение, задать какую-то область минимальную, в которой они могут совершать свои уравнения уже. Но все-таки, что необходимо, вот эта область довольно большая, в которой все атомы уже могут, не выходя за некоторые законы, указанные этой областью, существовать. То есть менархизм это такой, по сути, либерализм, но с максимальной свободой внутри этого пространства. И даже таким образом все политические идеологии, этатистические, они в этой математической модели примерно похожи. То есть они максимально ограничивают движение атомов ради достижения, там, либо общей продолжительности, вот общей силы вот этого пространства. Да, ну вот если вот как-то угодно либерализм или современные вот эти либерально-капиталистические движения, ну то есть, скажем, в кавычках цивилизованный вот этот мир, а еще более правильно, скажем, общество потребления, то там, я бы сказал, что функция именно максимизировать, максимизировать силу движения каждого атома, чтобы атом больше каждый двигался, больше работал и, соответственно, больше потреблял. И все, и то есть вот такая задача стоит, и какими-то внешними ограничениями, то есть там не приводится понятие счастья, а там понятие счастья подменяется, как я считаю, именно понятием потребления, вот, то есть понятием того, как больше ты, как с большей силой ты будешь двигаться. И, собственно говоря, все на это дело, есть очень хороший мультик, называется «Хаппинес счастье» про мышей, есть сообщество мышей, они там двигаются, бегают, и везде есть надпись «Счастье», то есть они стремятся к какому-то счастью, а на самом деле по факту счастье это потребление, какое-то движение и все, то есть просто, грубо говоря, как их функция максимума, функция, ну, оптимума, даже не максимума, функция оптимума данной системы, это просто повысить температуру в сосуде, потому что, как мы знаем, чем выше температура жидкости или газа в сосуде, тем, соответственно, более быстро движутся атомы, да, броновское или тепловое движение, то есть по сути дела и все, вот, поэтому... Республиканская философия, она совершенно другая, конечно. Она совершенно другая, то есть она, во-первых, говорит, что есть только броновское движение и создаваемое ими уравнение, и если есть какое-то пространство, да, в котором черная дыра, так скажем, преобладает, то она преобладает не в силу того, что есть какие-то законы, которые ее выстраивают, а в силу именно большого числа атомов, которые ее поддерживают, большое число атомов, которые отказались от броновского движения ради черной дыры по тем или иным причинам. Но, как бы, универсальной черной дыры, которая двигает атомами, не существует. Существует только бесконечные столкновения интересов, бесконечные броновские соударения, и атом может из них уйти вот в таком пространстве, где он его именно создает, прежде всего, внутри себя, признавая свою свободу. И признавая свободу именно конкретных членов, внутри именно сообщества конкретного, в котором они так выбирают, корректируют свои траектории, корректируют свои траектории, или сохраняют свои траектории, или корректируют, так, что они согласны с траекториями друг друга, и они согласны с необходимостью существования пространства. Проблема только в том, что различные черные дыры и другие уравнения, другие броуновские тела, они, получается, уже будут, сталкиваясь с этим пространством, будут вносить хаос и ослаблять вот это пространство, так скажем, свободы, творчества и счастья. И чем больше будет людей, которые будут его закручивать, вот это пространство свободы, тем оно будет сильнее. Но с учетом того, что вот у участников этого сообщества, свободного сообщества, у них больше личных интересов, все-таки у атома, чем больше личных интересов у участников этого сообщества, тем быстрее в результате различных соударений с броуновскими объектами оно будет распадаться. И республиканизм это больше признак, принцип, принцип того, что вот это пространство свободы должно существовать. То есть республиканизм, республика, это принцип, принцип, когда пространство свободы необходимо создать. Оно необходимо, то есть вот это принцип, который там атом может согласиться или нет, что необходимо такое пространство, где атомы будут выражать свою свободу. То есть чтобы у атома была возможность выразить свою свободу, выразить свое творчество, выразить свое счастье. И это принцип на самом деле получается самопожертвование, типа для создания вот этой области, области, в котором атомы могут раскрыть себя. Оно существует не благодаря тому, что существует какая-то модель, когда грабитель пришел в деревню и навел там порядок, навел дисциплину, всех запугал. И вот эта деревня может существовать, типа никто никого не убивает, потому что грабитель всех запугал. Не на основании этого признака, но на основании того, что субъекты, которые входят в эту деревню, они понимают, что должна... Сами, они сами по сути договорились. Они сами понимают, что нужно жить. Нужно жить по правилам по никто. Нужно жить, что нужно согласиться с такими правилами, когда мы все будем счастливы. Но именно все счастливы, добровольно счастливы, а не когда бандит нам пришел и распорядок дня. Да, совершенно верно. По сути, бандит будет непреодолимой силой в данном случае. Да, непреодолимой силой. И все, если с ним невозможно побороться... Проблема в том, что республиканизм, он требует вот этого самого пожертвования членов. Потому что иногда для создания вот этого пространства свободы требуются какие-то вещи, которые ты мог бы просто продолжить там ускользнуть. Да, но ты вырвал сердце и осветил дорогу людям. Да, но ты вырвал сердце, осветил дорогу. И получается, когда ты видишь непреодолимую силу броуновского движения, у тебя есть несколько вариантов идти. Типа, вариант, типа, пробовать ускользнуть от него. И другой вариант, попробовать противостоять броуновскому движению. И республиканизм это про самопожертвование, когда ты ради сообщества, виртуального сообщества, когда вы признаете свободу друг друга, свободу творчества и счастья, ты готов ради этого, этой области, жертвовать своей траекторией. Вот, и этим она отличается от, так скажем, либертарианства, которое считает, что это универсальная истина, что вот есть некоторый порядок, который можно навести, можно создать, и все будут счастливы, но если всех ограничить. А республиканизм, он подразумевает, что все-таки есть то пространство, когда люди... Сами. Сами. Вот этот порядок, пожертвуя собой и своими, наверное, своими даже интересами, своими траекториями. Ради именно пространства, где человек может быть собой. Быть собой. И это действительно интересно и даже непонятно, как это воплотимо. Да, это очень сложный переход. Это невозможно воплотить, в этом и принцип, что ты не... Это невозможно. Недостижимо истина. Да, это недостижимо, что ты победишь броуновское движение. Броуновское движение нельзя победить. Нельзя, оно всегда есть. Это данный физический закон. Это чудо, когда ты вырываешь все сердце и вот этим светом ослепляешь зло. Это только чудо. Это может быть в порядке физического мира, вот когда тебе природа, мы ее поставили как стейк, потому что статическое, неизменяемое. Это... Оператор, как связь? Нормально все? Это неизменно. Мы можем только сказать, что республиканцы могут победить, наверное, только в том случае, если просто произойдет какое-то чудо, и броуновское движение, оно как-то отступит от вот этого света. Наверное, не сказал бы, что чудо, когда каждый человек поймет вот эту вот республиканскую... Я бы не сказал истину, не буду говорить такие громкие слова. Да, которые не существуют, да. Сущность, необходимость, в том числе и, может быть, даже вырвать сердце и осветить путь людям. То есть, это, по сути, когда наступит сезон романтика, выразимся так, вот так далее. Ну, кстати, романтика, она и опасна. Почему? Потому что люди считают, что вот какие-то... Можно, кстати, плохие дела завуалировать то, что это высшее благо. Черные дыры. Это не черная дыра, а это какое-то у нас высшее истинное, это для всех будет большое счастье. Это будет счастье, там, социальные поддержки, пенсии и так далее. Мы создадим сильные какие-то структуры. Создадим то сообщество, когда всем будет хорошо и всем будет счастье. Политическое счастье, экономическое и религиозное. Как в свое время говорил Егор Летов, когда наступил коммунизм и произошла революция, то все люди думали, что вот оно счастье и что вот уже люди умирать не будут. Но когда старенький дедушка в деревне умер, то сразу люди поняли, что что-то здесь нет. Так, ну на этой прекрасной ноте я предлагаю всем мне потихоньку подходить к концу. Может быть какие-то вопросы будут у зрителей. Итак, оператор, если честно, Бахер. Вопросы такие, вообще вот я не понял, касаемо что в итоге такое республиканизм. То есть мы ушли в какую-то, вы ушли в какую-то степь философии, общность интересов, все вот в этом духе. И какие-то там черные дыры, грабители. Вот можно попроще для глупого зумера объяснить, что это. Так, ну, гости слово передам. Ну, республиканизм это социально-политическая философия, где основополагающим является верховенство права и общность интересов. Вот, если я могу ответить, камере немножко права, права. Республиканизм. Республика. Республиканизм это о республике. Республика это общее дело. Республиканизм общее дело для защиты, общее дело народа, которое есть на всякое сборище людей, но сообщество, объединенное с согласием в вопросах права и общностью интересов для защиты свободы, творчества и счастья. Вот, то есть, вкратце, что такое республиканизм академический. Так, это принципы, которые говорят, что нет универсальной истины. То есть, как избежать каких-то конфликтов между людьми. И нету такой истины, которая позволит тебе избежать конфликта между людьми. Но есть именно твои личные движения, как человека или атома, которые направлены на создание пространства свободы. Есть какие-то позиции, есть какие-то действия, которые ты можешь, конкретно ты, совершить в окружении хаоса, в окружении броуновского движения, в окружении людей, сообществ, политических движений, идеологий. Но республиканизм говорит, что есть конкретные действия для тебя, которые ты можешь сделать для защиты свободы. Для защиты свободы творчества и всех вот свобод, которые мы перечисляли сегодня. Это лично твои действия, это лично твое какое-то самопожертвование, которое ты можешь сделать, но ты не должен, потому что нету истины. Но если ты считаешь это правильно, то ради свободы, ради общего дела народа для защиты свободы, ты можешь совершить какие-то положительные дела. Республиканизм это про это, я так считаю. Так, ну вот раз зашла речь о политике, все-таки республиканизм это больше ближе к философии, в то, что мы погрузились. Или это все-таки как-то относится к политике, к каким-то движениям, идеологиям и так далее? Я так скажу, ну во-первых, республиканизм это, конечно, в большей мере, я считаю, что это философия. И как раз кратко сказать, что хочешь изменить мир, начни с себя, это вот как раз про республиканизм, этот лозунг, этот девиз можно так сказать. А политика уже как бы проистекает из какого-то философского базиса. То есть любое политическое как бы мировоззрение, любой политический контекст можно прежде всего охарактеризовать как некое проявление какой-либо философской модели, догмы, какой-то философского учения даже, можно так сказать. От себя добавлю, что соглашусь с товарищем, что республиканизм про личное дело. Это не про политические движения. Политические движения это, ну скорее, что близко к либертарианской партии. Это политическое движение. А республиканизм это принципы, которые просто не либо есть у человека, либо их нету. Принципы вот, республиканская добродетель. Это когда человек совершает какие-то действия, для лично него может быть даже, как бы сказать, губительны, то есть из-за которых он страдает, но он их делает ради каких-то благих целей, ради общей свободы. То есть это принципы, которыми руководствуется или не руководствуется человек. Они не предполагают участия в каких-то политических движениях, потому что когда начинаются как раз политические движения, они подразумевают, что есть некоторая истина. А республиканцы говорят, что нету истины, а что есть конкретные интересы конкретных людей. Есть интересы сообществ, в которых есть согласие в вопросах права и общности интереса. И республиканцы, они считают, что свобода, творчество и счастье, они необходимы для человека. Человек должен стремиться их защитить. Но он может защитить не только себя, но и защитить именно пространство, где человек действительно имеет право быть свободным и счастливым. Как-то так. А возможно ли вообще реализовать вот эти республиканистские движения в мире современном? Ну или хотя бы там в России? Ну, я так скажу, в России на самом деле очень много республиканистских идей уже по сути реализовано. Мы просто сами этого или не замечаем, или как бы не пользуемся этим. Но, честно говоря, здесь все, именно все вот эти вот принципы, они во многом, скажем так, соблюдаются. И как бы, ну, стоит лишь это развивать, и все. Я так скажу, ну, опять же, полностью реализовать никакую идею нельзя, потому что абсолютов не существует. Всегда будут те или иные несовершенства, всегда будут те или иные какие-то, ну, перекосы, можно сказать. Но, так или иначе, я считаю лично, я считаю Россия одной из самых, в принципе, республиканских стран, которые есть в мире. Потому что, ну, во-первых, тот же простой пример – это получить свой гектар. Я сейчас получаю свой гектар в Мурманской области, я уже подал документы и вполне себе прошел некоторые бюрократические процедуры, и не такие они и сложные. Вот. Потом, собственно говоря, свобода творчества, самовыражение. Я увлекаюсь техническим творчеством, я пишу электронную музыку и как бы не вижу каких-либо здесь препятствий, то есть каких-либо сложностей. Также у меня есть свое дело, я занимаюсь ремонтом электроники, ремонтом спецтехники, и тоже не вижу здесь никаких сложностей. То есть, по крайней мере, данная модель, данная модель общества, ну, большую часть, сильно большую, даже чем 95% моих интересов, она удовлетворяет и моих свобод, как бы данная модель удовлетворяет. Поэтому я нахожусь здесь и комфортно, так сказать, существует. Вот. Я продолжу перечислять. Почему Россия, у нее есть много либертарианских черт, например, семейное образование довольно доступное, то есть это воспитание, что ребенок является, можно сказать, ну, в какой-то смысле собственностью родителей, что родители имеют право его воспитывать, там, какие-то ценности им закладывать, которые считают правильными. Вот. Семейное образование, то есть никто не может вмешиваться в этот процесс воспитания, как распространено в Европе. Вот. Семейное образование распространено в России и в Соединенных Штатах. То есть это и воспитание, и какое-то образование родители могут самостоятельно выбирать форму, как они ее передают детям. Это очень важно. Потом выбор вероисповедания. То есть у нас с приходом демократических конституционных принципов гонения на вероисповедание в России, ну, практически нету никаких. То есть ты можешь выбрать любую вероисповедание, исповедовать ее, то есть любую конфессию, какие-то другие религиозные, философские идеи исповедовать. То есть это тоже очень важно. Вот. Возможность владеть землей, жить на своей земле, как-то не быть нигде, жить своей жизнью, заниматься творчеством. Россия, да, в ней можно, есть в любом случае какие-то государственные ограничения, но очень многие либертарианские принципы, они достигнуты уже. Проблема в том, что республика, она подразумевает в том, что человек, в любом случае, ведет борьбу всегда. Ведет борьбу за свободу, потому что она, во-первых, недостижима, свобода. То есть республиканец понимает, что свобода недостижима. Как он не может преодолеть ни броновское движение, ни черные дыры. Но республиканец, он до конца направления своего движения делает так, что он отстаивает интересы свободы, которые недостижимы. Да, вот еще вопрос возник. Есть ли какая-то разница между республиканизмом и республиканством? То есть, например, между тем, о чем мы сейчас говорим, и, например, политической партией со слоном в США. Вот это вот. Ну, товарищ Дубрович, я так скажу, партия со слоном в США, на самом деле, она всецело определяется не своими какими, либо политическими, даже социальными, моральные, там вообще не буду говорить убеждениями, а она определяется и всем дискурсом политики этой страны, а именно Соединенных Штатов Америки. А конкретнее еще, дискурсом семей крупнейших предпринимателей, Рокфеллеров, Ротшильдов, ну, по сути, собственников Америки, которые имеют в качестве своих активов, это прежде всего разные финансовые инструменты, производственные активы, патенты и далее тому подобное. То есть, иными словами, когда менялась власть от республиканцев к демократам и наоборот, не происходило каких-либо качественных изменений в политической философии Штатов, в их взаимодействии во внешней политике. В частности, просто менялись одни на других, но все то, что делали Соединенные Штаты, то они, по сути, и продолжали делать. Куда они двигались, туда, собственно говоря, они и двигались. Потому что капитал и, соответственно, все его проявление, оно как бы не терпит какой-либо изменчивости, потому что у всех есть выверенные, строгие, скажем так, бизнес-планы, вот и все. Поэтому я считаю, что это ширма только названия определенной политической партии, которая как может быть у власти, так может и не быть у власти, но, тем не менее, руководят всеми совершенно определенные и совершенно другие люди. От себя добавлю, что в республиканизме есть античное понимание, как раз про общность, общее дело, защиту свободы и так далее. А есть понимание республика как противопоставление наследственной монархии, что власть в государстве определяется не наследством, то есть король передал королю и так далее, а что есть народ, он выбирает представителей, и представители разными способами осуществляют власть. То есть власть осуществляет не один человек, а какой-то орган избирательный. И есть республиканская партия, но, во-первых, она противопоставляет себя демократической партии, то есть тут есть какое-то противобойство двух начал в Соединенных Штатах, что там есть демократические идеалы и есть идеалы штатов. То есть как изначально Соединенные Штаты возникли из конфедерации штатов, которые боролись против англичан. И у каждого штата есть свои какие-то политические интересы, и республиканская партия, она типа противопоставляет так интересы всех жителей Америки, то есть интерес Соединенных Штатов, выделяет из них конкретные интересы штатов. И на самом деле история США, в ней есть очень много республиканских примеров, то есть примеров людей, которые объединялись на основе общности интересов, на основе каких-то идеологических симпатий к друг другу, они отделялись от колоний, создавали свои города по религиозным, политическим, экономическим каким-то предпочтениям. И это повлияло на дальнейшее становление после революционной, после гражданской войны, остался вот этот вот импульс дореволюционный, республиканский, который выражается сейчас в том, что у штатов отдельный политический статус Соединенных Штатов. То есть они являются не федерацией, где федеральное правительство доминирует над штатами, но штаты имеют вот этот вот субъектный статус. Они являются конфедерацией, то есть союзом, содружеством нескольких, по сути, государств. И штаты, на самом деле, они пытаются отставить, например, Техас, какие-то свои законодательные права, что мы не область, мы именно штат, у нас есть свой... State, потому что State по-английски это государство вообще. Да, да, да. И Техас, кстати, вот, несмотря на то, что какая партия там у власти, Техас, между прочим, отстаивает и практически отстаивал свою именно идентичность. И вот если вы рассматриваете как государство, то Техас это как раз будет одним из более республиканских государств, чем какой-либо другой. То есть там есть и общность интересов, там есть и верховенство своего права, которое зачастую доминирует над федеральными правами. Мы видим, вот, конфликт, например, с границей, это очень хорошо показал. И, собственно говоря, в Техасе еще и, кроме всего прочего, те же либератарианские ценности, прежде всего, ценности свободы, ценность частной собственности, очень сильно защищаются. Естественно, там в том числе есть и право на оружие. И Техас будет отстаивать эти интересы и как бы движется в своем дискурсе вне зависимости от того, какая партия у власти в Соединенных Штатах Америки. Товарищи, всех благодарим за то, что вы досмотрели наш диалог. Благодарю Николая за то, что мы такую прекрасную беседу провели сегодня. Благодарю оператора. Всем прекрасного времени, препровождения и до скорых встреч.